МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами лучшая студенческая программа Альма-Матер. И мы, Миша Коробицкий. И Лена Хроменкова. Советуем вам отложить свои дела, чтобы узнать, что мы подготовили для вас на этот раз. Смотрим в этом выпуске Альма-Матер. Смелые обещания и гонка за избирателей. Все как в большой политике. В Бобруйске прошли выборы в молодежный парламент. На Химичи Лева и на Гиппократа. День фармацевта отметили в Могилевском медколледже. Пять минут, чтобы влюбиться. Экспресс-свидания устраивают в Бобруйском антикафе. На одном из них побывала Альма-Матер. 128 кандидатов на 43 места. В Бобруйске прошли выборы в молодежный парламент. Вторая избирательная кампания в орган самоуправления прошла активно и в честной борьбе. За что голосовали молодые избиратели? Альма-Матер узнала. В кандидатах только девушки. Три умницы, спортсменки и активистки претендовали на место в молодежном парламенте от 27-й школы. Сейчас девушки в нашей школе проявляют более активную жизненную позицию. Избирательная кампания в медколледже побила все рекорды. 8 человек на одно парламентское место. Голосовали будущие медики досрочно. Все в предвыборной программе свои указали, что они бы хотели пропагандировать здоровый образ жизни. Они хотели бы что-то делать для молодежи. Павел Задоров парламентарий первого созыва. Сегодня намерен вернуться и продолжить активную деятельность. Точно знает, где нужно поджать винтики. Недостатки были в плане некоммуникабельности. Немногие хотели этим заниматься. И были единичные люди, которые делали успехи и что-то добились в этом. До финала выборов в третьей гимназии сошлись дистанции два кандидата. Кто-то забыл. Это момент ответственности. Я специально не напоминала. То есть, если человек хочет, он должен сам быть заинтересован и стремиться к этому. Кто-то не успел в силу своей занятости. Списки победителей выборов уже сформированы. В ближайшие дни с членами молодежного парламента начнут работать специалисты, чтобы помочь им поближе познакомиться друг с другом. Потом все вместе определяют дату первого заседания молодежного парламента второго созыва. Точно! Гарри Поттера пересмотрела. Я на эти все заклятия не ведусь. Да, Миша знал бы латинский, меньше нервничал. Я всего лишь перечислен на состав лекарств. Ты что, решила фармацевтом стать, а? Ну, я подумываю. А вот наш корреспондент Веста Смирнова побывала в учебной аптеке Могилевского медколледжа. И даже что-то нахимичила. В медицинский колледж мы пришли не случайно. Здесь свой профессиональный праздник отмечают будущие фармацевты. Но делают они это нестандартно. Кстати, ты чувствуешь этот запах? Вот как будто что-то вот сожгли, какими-то таблетками, косметикой пахнешь. Сейчас за этой дверью ребята не просто делают опыты, они создают лекарства. Впервые в истории нам разрешили не просто поприсутствовать на этом тайном действии, а возможно даже поучаствовать в эксперименте. Пойдемте. В этой лаборатории не создают леденцы от кашля или микстуры из подорожника. По специальным формулам делают лекарственные порошки и жидкости. Фармоработники обладают такой способностью, как отвешивать ее с точностью до миллиграмм. А можно на глаз? Ну, в принципе, мы это делаем на глаз, но мы используем весы. Мы не используем весы. Я это не веду. Класс! Ну, если у Влада получилось, то и я попробую буду готовить обезболивающее. Здесь работают не только мастера упаковки, а еще и мастера закаточного дела. Фармацевт – это бабушка, по сути, которая закатывает банки. Лекарственную формулу надо проверить, а это уже в другой лаборатории. Уже в чашке находится анальгин. То, что ты сделал, да? Да. То, что ты намешал. И добавим пергидроль. Пергидроль, просто пергидроль. А, говорит, прошу вас отойти, когда уже что-то туда накапал. Виталик, иди снимай реакцию. Небольшой взрыв – это и есть подтверждение реакции. Необычно, а кто говорил, что быть фармацевтом просто? Вот чем пахло, что мы не могли понять. Вот чем пахло. А чем пахнет-то? Пиротехническое шоу – это интересно, но этот опыт на проверку анальгина тоже не уступает. Это что? Что-что? Это что? Это что? Просто раствор, да. Да, хронок с сотей. Так. Не рванет. Он должен быть свежеприготовлен. Вот теперь, в таком случае, подтверждается, что анальгин в нашем порошке есть. Теперь отправляемся в учебную аптеку. Посмотрим, как ребята будут справляться. Кто первый? Эй, желающие. Конфликтный. Антон, он конфликтный. Посмотрите на его шапочку, он реально конфликтный. Дайте что-нибудь дешевое, оно одинаковое. Это будет дороже, дороже намного. Бери и плот. Под таким давлением грех не согласится. Да, я возьму все-таки белорусский препарат. Я-то лучше знаю, я человек из очередей. Настоящая аптека устроена практически точно так же. Все лекарственные средства в аптеке располагаются по фармакотерапевтическим группам. Все упорядочено и сделано для того, чтобы фармацевту было легко работать в аптеке. Нам рассказали, что хороший фармацевт знает все лекарства. Проверим. Эргоферон. Эргоферон – это вообще-то гомеопатическое лекарственное средство, но он применяется как противопростудное, противовирусное. Конкор. Конкор – это бета-дреноблокаторы. Неудивительно, что на фармацевтику в колледже самый большой конкурс, почти 9 человек на место. А мне после сегодняшнего опыта, похоже, здесь ничего не светит. Подтянутый брюнет, симпатичный спортсмен, справится с врагом голыми руками. И все это не о тебе, Миша, а о курсанте факультета милиции Могиленского института МВД Евгении Гейделя. Ну, конечно, где мне тягаться с серебряным кризером международного турнира по единоборству? Даже пытаться не буду. Через месяц Женя поборется за кубок Беларуси по рукопашному бою. А в перерыве между соревнованиями курсант пообщался с нашей съемочной группой. Тысячи ударов по груши и приемов на ковре. И так уже 12 лет за это время Евгений побывал во многих странах и завоевал титулы чемпионов. Но по-прежнему хочет побеждать и когда-нибудь зайти на Олимпийский пьедестал. А пока пятикурсник института МВД успешно совмещает учебу и спорт. Те лекции и занятия, что Евгений пропускает из-за участия в соревнованиях, приходится отрабатывать на дополнительных уроках. Поблажку в учебе никто не дает. Но он справляется и в теории, и на практике. За считанные секунды разбирает и собирает пистолет. Внимание! Вперед! После учебы Евгений отправляется в спортивный зал. Сменив форму курсанта на тренировочный костюм, мастер спорта оттачивает технику. В сторону сразу ты набегаешь, с ним. Обмен в полной координации. Руки, ноги, голова и так далее. Действующий чемпион страны. Ну и последние соревнования, вот эти международные 14-й кубок на первенство странного ДКБ среди силовых структур, показал, что значит, этот спортсмен реально может бороться за награды больших международных официальных соревнований. Юному могилевчанину открыты все пути, но ближайшие больше связаны с учебой. Пройти практику, написать и защитить диплом, сдать экзамены, ну а потом... Мечта в спорте какая? Ну, хотелось бы выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира. Если получится, съездить олимпийские игры, показать себя. Лен, как думаешь, где можно найти свою вторую половинку? Может, интернет? Нет. Может, знакомство на улице? Пробовал, не вариант. Дискотека. Я о серьезных отношениях говорю. Тогда пятиминутные свидания. Ну и сейчас, что это вообще такое? О, Миша, ты еще не в курсе? Тогда смотри. Найти свою любовь за считанные минуты. Скажите, нереально? В Бобруске становятся популярными пятиминутные свидания. Это вечеринки в формате экспресс-встреч. Как раз на такую мы сейчас и отправимся. Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбеняют, а которые пословеют, так и падают, падают, падают и сами собой в штырьмя укладываются. О любви надо не мечтать, а искать, уверены эти ребята. Для них раз в три месяца в Бобруйском антикафе устраивают вечеринку в формате спид-дейтинг. Правила просты. Заполняешь анкету и сиди, жди жениха. Вы беседуете пять минут, через пять минут звучит звуковой сигнал, девушки остаются на своих местах, парни пересаживаются по часовой стрелке на следующий столик. Музыка, свечи, знакомство начинается. Кстати, у каждого есть шпаргалка с вопросами. О работе, хобби, музыкальных и кулинарных пристрастиях. Девушки смущаются, стреляют глазками и кокетливо отводят взгляд. Такой формат вечеринок очень часто проводится на Западе. Мы решили попробовать и у себя провести в Бобруйске. Везде много одиноких людей, все хотят познакомиться. Поэтому решили попробовать. Мы уже проводим не первый раз, люди приходят познакомиться. И после последней вечеринки у нас даже сформировалась пара, которые сейчас вместе к нам приходят на разные мероприятия вдвоем. Время меняться парами. Сейчас можно сделать пометку в карте симпатий. Ожидания обычно такие. Наверное, он должен быть интересным человеком, то есть начитанный, веселый. Не такой, что забьет свой уголочек и будет ждать, пока я что-нибудь скажу, спрошу. Активный, да? Активный, да. Активный человек. Кто-то сразу попадает во френд-зону, а кто-то получает шанс. После по взаимным симпатиям ребят свозят организаторы. Подслушать, о чем говорят влюбленные, нам не удалось. И я решила, почему бы мне самой не отправиться на пятиминутное свидание. Любимый муж, прости. Все только ради эксперимента. Спасибо. Первый парень Мирон, кажется, пытается загипнотизировать. Не моргаешь. Ты всегда так смотришь на девушек? Человек имеет свойственное соврать. Я не говорю о вас вообще. Человек может соврать, глаза брать не умеет. Второй кандидат Владимир. Чем занимаетесь, Фова? Кажем на подобные мероприятия. Как на работу? Рожу, не знаю, никак не работаю. Ну, если бы я знал точно, что я хочу найти девушку, я бы уже давно это нашел. Ну, какие-то качества есть. Ну, мне нравится девушка, как минимум, интеллект. А что в ответ интересно? Цветы мне будешь дарить, если будем встречаться? Ну, думаю, да. Ну, это уже звучит как сделка. Я думала, что цветы – это просто знак внимания, нет? Ты как за девушками ухаживаешь? Вот. Об этом я еще не думал никогда. А ты часом не жадный? Может, и жадный. Не знаю. Я не жадный, я домовитый, да? Знаешь, мам, Вера, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойней, правда? Хочу халвоем, хочу пряники. А чего ты ожидаешь от подобных вечеринок? Новых знакомств. Но не длительных отношений. Возможно, длительных. Но зависит от человека. Может, зацепить, а может, не зацепить. Тебя сегодня никто не зацепил? Видимо, нет. Наташа, скажи честно, ты сюда пришла, чтобы встретить любовь или чтобы поесть конфет? Встретить любовь, конечно. А кто-то из парней произвел впечатление? Да. Секрет пока. Секрет пока, конечно. Но это один кандидат. Итогом каждой вечеринки становится как минимум одна пара. В планах устроить вечер кому за 40. Заинтересованное уже есть. А что? Оригинально. На таких свиданиях я точно еще не был. Ну так сходи, расскажешь мне потом все. Вместе и пойдем. А на этом у нас все. Ждем вас в Альма-Матер каждые две недели. Включайте Беларусь 4 могилев. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Там даже слова. Может, не подойдет? Ему не подойдет. Ему еще не подойдет. Как думаешь, блядь? А это после дискотеки, да? А, мы с тобой вместе пойдем? Конечно, мы с тобой пойдем в Бобру искать. Ну что, ну. Я готов к твоим заклятиям. Я не готов. Ведьма. Субтитры сделал DimaTorzok